На детскую площадку в районе улицы Фокина жительница Видного Юлия со своими малышами приходит ежедневно. В целом этим местом она довольна. Большая территория, провизиненное покрытие, достаточное количество игровых элементов. Находиться здесь с детьми ей комфортно, но не все детские зоны в этом микрорайоне соответствуют требованиям современной мамы. В округе разные площадки есть. Есть хорошие, есть новые, есть уже старые. Поэтому от этого зависит, как за ними следят. За нашей хорошо следят. Мы здесь, в этом районе, поэтому за это я могу сказать спасибо. Сотрудники Госадомтехнадзора, которые по поручению начальника надзорного органа Московской области Татьяны Витушевой, выехали на инспекцию детских площадок города Видное, с мнением Юлии согласны. Замечания, конечно, есть, но они незначительные. Сломано несколько игровых элементов этой площадки, в связи с чем будет выдано предписание управляющей компании привести их в надлежащее время, надлежащее состояние в ближайшее время. Замечания коснулись и прорезиненного покрытия, важности исправного состояния которого во время последней пресс-конференции много говорила Татьяна Витушева. После зимы они нуждаются в ремонте, и такая ситуация сегодня во всех муниципалитетах. Снег чистился, может быть, не очень аккуратно дворниками, повреждено покрытие, и в зонах приземления, допустим, какие-то дыры или нарушения толщины. Вот эти нарушения, то есть они не имели такой массовый какой-то системный характер, но я все-таки считаю, что пусть мелкие, но их было достаточное количество. Если их не устранять, они в будущем могут привести к небезопасной эксплуатации. И если у новых детских площадок состояние можно назвать удовлетворительным, то с теми, которые были установлены более 10 лет назад, дела обстоят хуже. Одна из них находится на улице Ольховой, возле девятой школы. Здесь и прорезиненное покрытие, и игровые элементы давно нуждаются в замене. Быстро выходит из строя, надо все время проводить текущий ремонт, потому что многое оборудование, оно, конечно, приходит в негодность. Отлетают и канаты, и вспомогательные ступеньки. Вот, надо все поправлять. Конечно, желает лучшего. Нами будет управляющая организация, организация, которая содержит данную площадку, вызвана в территориальный отдел для составления административных материалов. Также будет вводное предписание на устранение выявленных правонарушений в крышейшие сроки. На этом инспекция игровой инфраструктуры не заканчивается. Сотрудники Госадомтехнадзора продолжат проверять состояние детских площадок Ленинского района и не поскупятся на строгие вердикты, ведь речь идет о безопасности детей. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Сергей Ларин, ВиднетВ.